А теперь к другим темам. Количество детей, страдающих аутизмом и задержками психоречивого развития с каждым годом становится все больше. Сегодня такой диагноз ставят каждому 68-му ребенку. Особенные дети, их еще называют дети дождя, живут в собственном мире, куда никого не пускают. Самые элементарные навыки социального поведения для таких ребят зачастую недосягаемы. Для того, чтобы помочь им адаптироваться к нормальной жизни, в Славянском районе создан Центр раннего развития «Росток Надежды». На этой неделе специалисты Центра отметили новоселье. Инклюзивный Центр раннего развития «Росток Надежды» в нашем городе был открыт полтора года назад. Создан он был по инициативе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья при поддержке администрации района. Сегодня в нем получает помощь более 30 ребят. Благодаря реабилитационным программам, уникальному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, многие из детей уже добились больших результатов. Диагноз ДЦП нам поставили в год. Перепробовали очень много разных методик. Извините, тяжело говорить по самому ребенку. Вот так вот. Методика федерации лекарств. Но по-настоящему большие результаты наставились именно здесь, в центре. Здесь после курса папа, занятий, мой ребенок впервые меня обнял. Он понял, что такое обнять. После курса томатиса он смог посылать меня первый раз в щечку. Он это осознал. Хочу сказать огромное спасибо центру за эту возможность реабилитироваться эффективно. Именно эффективно дома, а не бесконечных поездков по всей России. Спасибо большое. Не оставляйте нас. Ну и завтра не сможем. Инициатива создания инклюзивного центра «Росток надежды» в нашем районе принадлежит Ирине Пушкаревой. Она тоже мама особенного ребенка. Организовав работу центра, Ирина подарила лучик надежды на выздоровление не только своему сыну, но и многим другим детям. Когда нам поставили диагноз, моему ребенку было 3 года и 1 месяц. Мы пришли к Ирине Пушкаревой в этот центр и мучали, и просто же сикулировали руками. Вы не представляете, какое счастье в 3,5 года услышать от своего ребенка слово «мама». Сейчас, с каждым днем, наш товарный запас увеличивается. Он становится все больше и больше. Спасибо большое тебе, Ирочка. Мы добились многого за 8 месяцев, но перед нами стоит еще очень много задач и целей. И я уверена, что с помощью центра «Росток надежды» мы обязательно добьемся всего, чего хотим добиться. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить городскую администрацию, районную администрацию, всех спонсоров, которые помогают нашему центру. И хочу от себя, как от мамы, я думаю, что от всех родителей, которые здесь присутствуют, попросить. Пожалуйста, помогайте нам, не бросайте наших детей. Нам очень нужна ваша помощь, поддержка и понимание. Благодаря помощи и поддержке районной администрации, спонсоров, депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания края, у центра «Росток надежды» появилось свое помещение. С новосельем воспитанников центра и их родителей поздравила уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Я хочу Ирине Александровне высказать не просто уважение, Ирина, я хочу выразить и признательность, и восхищение. Прежде всего, что есть вот такая мама у нас, которая как настоящая мама борется за счастливую жизнь своего ребенка и не только. Самая главная наша задача – это вот всем, чем только можно, помочь, поддержать, пободрить. А вам я желаю души сил многом, новых творческих идей. Собирайте побольше вокруг себя людей с большим сердцем. А я думаю, что мы, конечно, будем рядом и поможем не только словом, но и делами. За время работы центра в нем оказали помощь и проконсультировали около 200 детей и их родителей. В поддержку центра организован благотворительный фонд «Планета людей». Фонд приглашает всех желающих оказать посильную помощь ростку надежды на приобретение дидактических материалов, развивающих игрушек, в организации работы высококвалифицированных специалистов – неврологов, психологов. Помощь может быть общей или адресной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».